всем привет прохожу новый конкурс за португалию сделал иберийскую империю сотый ход как видите только захватил перенеский остров полностью очень сложно потратил много барабанов кое-как заключил союз этим королевством изначально название не помню нас во всех картах ирландцы карач и натравил их на британ теперь воюйте между собой каждый раз приходится чтобы не объявили нам войну врагов у нас и так слишком много ужасное количество очень многих я убил или или выжил вообще потерял свои основные юниты мои главные остались с посредственными юнитами прокачивания хенита уже очень мало у меня осталось потом прорваться так теперь до конца не знаю сколько я уничтожу юнитов ну каждый шаг каждая клетка берется с большой кровью до конца осталось чуть чуть еще несколько дней поиграю наверно что выиграть из конкурест заодно посмотрим за счет дают точки заходы или за количество убитых мы или то и другое тут однозначно она будет очень много будем пытаться брать все шаг за шагом хорошо некоторые государства между собой воюют как вот здесь вот например открытый фронт здесь вот бургунды франки и англичане воюют между собой что будет дальше сниму продолжу так ход 170 и все еще союзи с ирландцами каждые 2-3 хода отдаю вот это вот количество но я думаю оно того стоит так прикрывает тылы наши не тылы а фланг от этих от шотландцев и от всех кто нападает сюда вот чтобы держать здесь войско чтобы было войско для обороны это атаки видите очень тяжело пока что за 70 ходов мало что изменилось 5 городов здесь захватил пальма гальяри и полермо и уже на италию захватил одно дело захватить другое дело еще держать там войско отбиваться от врагов там ну как это не думает войск у нас ограничен чем трудно сосредоточить войско в кулак чтобы отбить какой-то город у врага смотрим что будет дальше я надеюсь количество мною убитых юнитов хоть что-то даст очков победе к достижениям смотрите дальше буду снимать как буду проходить напоминаю португалия со всей сложностью челленджа так ход 245 на давление многих вот такую территорию я занял внедрился как закупить ее с ирландцами и бурганцами кое-как расставил их деньгами с некоторыми другими странами чтобы закрыли этот панг мой в безопасности северной ванья 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 даже так не назвали в это время но территорию эти поэтому так называют обезопасил свой панг и начал действовать на юге хотя и здесь тоже очень трудно проходится Многие движения пошли побыстрее, прогресс пошел. Долгое время стоял на границе вот этих узбор, на границе Иринейского полуострова, одинок продвинуться дальше, потерял много генералов, с основными, не таки. Кой-то пересек эту границу и идем дальше. Даже несмотря на то, что многих сам уже нету, войска как-то меньше не стало, на расстоянии их много было слизи, а начальность его были красками. Барабаны уже стали меньше тратиться, но ресурсы позволяют, чтобы не было войска, чтобы не тратить барабаны. Ну и то некоторые города с трудом удерживаю. Как будет дальше, смотрите продолжение. Уже видно, что победа не за горами, барабаны уже почти не пользуются, последних ходов здесь вообще не тратил. Огромный ряд, через который вообще невозможно пройти. Их, конечно, тоже много, но уже не так. Из-за того, что ресурсы у них без ограничений, они просто создаются в любых свободных городах, которые потребуются по фронту. Экономика у них ни о чем не говорит. Безлимит, чисто. Кое-как, в общем, заключил эти союзы, и кое-как заставил их воевать против других. Сейчас у нас всего лишь четыре страны союзников, а их целых трое. Королевство Венгров, Австрия и Кармарская уния. Кармарская уния, у себя дома. А во всем мире, вот она, остатки от обстана. Все остальное я двигаю. Мне пришлось вставить клин в карту врагов середины. Тем самым, отлёк все, ну не все, а основные вражеские толпы на себя. Тем самым, облегчил продвижение своих союзников. Им стало легко здесь двигаться. Как видите, они вот по многому пошли вперед. Там врагов было поменьше. Ну что, вся плотность была направлена в мою сторону, так как я в центре. Ну, было трудно вот этот клин убирать, но вроде как все получилось. Дало свои плоды. Но, блин, это было уничтожено и моих, и вражеских. Особенно вражеских. Посмотрим, что в конце нам это даст. Даст ли нам много очков. Все эти киллы или нет. Как видите, у меня половина карты всего лишь наберется. Одно посмотрим. Очки даются за города, за убийства. Соотношение посмотрим. Продолжим. Ну вот и долгожданная концовка. 355-й ход. Осталась одна кальмарская уния. Которую я сделаю союзником. Чтобы не тянуть время. Которую я его сделаю. Посмотрим сколько очков мы получим, как видите 731 тысяча Уничтожено 2568 юнитов, а стран всего лишь 5 мною уничтожено Потрачено барабанов штук 200 и не меньше Проходил чуть ли не дней 10, так как нужны были барабаны, чтобы восстановить войска В связи с тем невозможно было пройти дальше Нужно было набирать серебро и слитки, чтобы заключить союз и поддерживать союз Зеленый камень тут самый нормальный Для меня из наград Немножко барабанов для продолжения других дел Потраченные затраты и время того конечно не стоит Ну, надо было кому-то попробовать убить очень много юнитов, чтобы проверить количество полученных очков Вот оно Получается основную награду за страну тоже получаем в случае прохождения челленджа Повторно проходить за эту же страну уже не надо будет Так, полную руку посмотрим Сразу получил Большое количество очков наверное Я не помню просто сколько было Теперь мне надо будет пройти в других картах челленджи Чтобы добраться до последней награды легенды Повторно ну в общем как то так всем кому было интересно ставьте лайки кто не подписан подписывайтесь пока до новых видео